На линии фронта зафиксировано за прошедшие сутки 154 боевых столкновения. По уточненной информации, противник нанес по позициям наших подразделений и населенным пунктам, прилегающим к ним, 3 ракетных удара с применением 6 ракет, а также 75 авиационных ударов с применением 123 корректируемых авиабомб. Кроме этого, враг совершил почти 5000 артиллерийских обстрелов, из них 178 обстрелов осуществлялось с помощью реактивных систем залпового огня. Привлек для поражения наших войск около 1700 дронов Камикадзе. Авиационные удары, вражеские авиации наносились по населенным пунктам и нашим позициям в районах Субской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Далее пройдемся по оперативным направлениям. И начинаем мы с Харьковского направления. Здесь у нас очень позитивная информация. Мы здесь имеем довольно неплохие успехи. На Харьковском направлении враг трижды пытался штурмовать наши позиции, в основном вблизи населенного пункта Волчанск. То есть в Волчанске в самом атакующих действий враг не предпринимал. А вот рядом с Волчанском, ну они там хотят выйти на реку Волчанка, Вовча, точнее на речку Вовча, для того, чтобы попытаться ее форсировать и создать плацдарм на противоположном берегу. А вы же понимаете, если будет плацдарм, значит враг будет пытаться его наращивать и пытаться расширять. Поэтому они продолжают такие атаки, хотя незначительные, видите, трижды. Две-три атаки за сутки, так Харьковское направление в принципе и потихонечку воюет. А мы, не теряя времени, за счет того, что враг ослабил свое наступательное давление, мы продолжаем его ликвидировать. И вот подразделение ГУР, Главное управление разведки Министерства обороны Украины, освободило Волчанский агрегатный завод в Харьковской области от вражеских войск. И полностью было зачищено, вчера закончили полную зачистку территории завода, всех зданий, сооружений, которые находятся на заводе. Взято около 20 человек в плен, около 10 оккупантов ликвидировано, убито. Трое там пытались убежать, не убежали, не смогли, их догнали, наши военнослужащие. Вот, и сейчас полностью эта зона уже закрашена на карте синим цветом, то есть она полностью освобождена. Я скажу, там некоторые скептики говорят, зачем мы там тратим силы. За тем, что находящиеся там расистские солдаты постоянно совершали вылазки нам в спину. И особенно в ночное время пытаясь максимально наносить нам урон. Поэтому такая ликвидация врага, который находится фактически в окружении, в тылу наших войск, это просто, ну будем говорить так, необходимость. Это то, что надо делать обязательно. Что мы и сделали. В конечном итоге завод зачищен и та северная часть Волчанска, которую мы контролируем, полностью находится под нашим контролем. Никто никуда уже не ползает, никто никуда не перебегает и не наносит нам удары в спину. Далее у нас идет Купинское направление. Да, на Харьковском направлении линия фронта не поменялась. Наоборот, мы даже взяли, полностью зачистили северную часть Волчанска от расистских оккупантов. Купинское направление. Здесь 12 атак было предпринято расистскими войсками на наши позиции. И атаки распределились, опять же, практически по всему оперативному направлению. Синьковка, Андреевка, Кругляковка, Песчаная, Стельмаховка и Лозовая. Ну, скажу так, что последние несколько суток нам удается сдерживать наступательные действия противника. Линия фронта не поменялась. Хотя ситуация в районе на Купинском оперативном направлении довольно сложная, довольно тяжелая. Я имею ввиду это вклинение расистских войск в районе Песчаново, где они пытаются выйти на реку Оскол. На каскад водохранилищ для того, чтобы рассечь нашу группировку пополам. И начать, я так понимаю, ну им нужен Купинск узловой. Они будут в первую очередь вот эту северную часть Купинского оперативного направления, если им удастся еще рассечь. Потому что наши войска стараются, видите, максимально стараются предотвратить или отложить, оттянуть это событие, если таковое и сможет произойти. Но пока ситуация под нашим контролем, хоть она и крайне-крайне тяжелая. 12 атак, ни одна из которых не увенчалась успехом. Линия фронта на Купинском направлении без изменений. Лиманское направление здесь, а здесь враг, здесь такая же ситуация. Здесь тоже враг пытается рассечь нашу группировку, точнее на Лиманском направлении напополам. И атакует Лиманское направление намного активнейше. 22 атаки было осуществлено расширскими войсками на Лиманском оперативном направлении. И здесь враг тоже атакует на широком фронте Дружелюбовка, Чернищины, Грековка, Невская, Торская, Макеевка, Новосадово и Заречное. К сожалению, в районе Невского, там у них вклинение было в нашу оборону. И, ну как обычно, по тактике действия расширского командования, если есть вклинение, то надо пытаться развивать успех. Туда сосредотачиваются основные усилия. И, к сожалению, в эти сутки в районе Невского враг имел частичный успех и немного продвинулся вглубь нашей обороны. То же самое, они движутся в направлении реки для того, чтобы попытаться рассечь нашу группировку на Лиманском направлении. На остальных участках Лиманского направления там ситуация под контролем сил обороны Украины. Все атаки противника были отбиты и линия фронта остается на остальных участках без изменения. Далее у нас Сиверское направление. Тут наши защитники отразили три штурма расширских захватчиков. Ну, Сиверское направление, оно более такое спокойное. По количеству штурмов, по количеству атакующих действий со стороны врага. Ну, мы с вами знаем, что оттуда была снята часть войск, поэтому особой боевой активности враг не предпринимает. И эти три штурма распределились между Верхнекаменской и Белогоровкой. В других местах враг не атаковал. Были перестрелки, позиционные бои и обмен артиллерийскими ударами. Но самое главное, что потерь позиции с нашей стороны не допущена в прошедшие сутки на Сиверском оперативном направлении. И, соответственно, линия фронта остается здесь без изменений. Краматорское направление. Тут оккупанты 10 атак предприняли на наши позиции. Калиновка, Меньковка, Ступочки и Белая гора. В тех же самых местах удивительно, что в эти сутки враг не додумался сходить в лобовую атаку на Часов Яр. Видимо, потери настолько высоки, что уже особо желающих среди рашистской пехоты нету желающих перебегать, переползать через канал Сиверский Донец-Донбасс в районе населенного пункта Часов Яр. Так что на остальных участках наши войска отбили 12 атак противника, не допустили потери позиции с нашей стороны и, соответственно, сохранили линию фронта на этом оперативном направлении без изменений. То же самое можно сказать о Покровском направлении. Несмотря на то, что здесь в два раза больше штурмов, 25 штурмов было предпринято и рашистскими оккупантами на нашей позиции. И опять же, на Покровском направлении штурмуют на всей линии фронта, от края до края оперативного направления. Начиная от Воздвиженки, Новоторецкая, Красный Яр, Новогродовка, Николаевка, Мариновка, Зеленое поле. Наибольшая, конечно, концентрация вражеских атак была вблизи Новоторецкого. Но здесь наши войска не допустили тоже потерь позиции и сохранили конфигурацию линии фронта, не допустив продвижения вражеских войск вглубь нашей обороны. Так что здесь мы все удержали. Что не скажешь про Кураховское направление. Тут силы обороны отражали 20 атак противника, немного меньше, чем на Покровском направлении. Активнее всего враг действовал в районе Георгиевки и Цукуриного. Кроме этого враг атаковал в направлении Дальнего, Константиновки, Екатериновки и Желания Второго. Наши войска с плацдарма Невельского начали плановый отход. И там противник продвинулся вперед. Но опять же это не в результате штурмовых действий, это в результате планомерного отхода наших войск из зоны возможного окружения. То есть мы выравниваем линию фронта в районе желания первого, желания второго. Ну и заодно у нас сейчас будет больше сил и возможностей для того, чтобы оборонять этот рубеж. Рубеж желания первого, желания второго, Александрополь. Вот на этом рубеже наши войска будут пытаться сдерживать натиск рашистских оккупантов. Что не скажешь про северо-западный фланг или северный фланг Кураховского оперативного направления, где вражеским войскам удалось оккупировать Украинку, она перешла под контроль вражеских войск. Также враг продвинулся возле Селидова, Невельского. Ну и в желании первого. Есть незначительное продвижение врага. Наши войска предпринимают усилия по стабилизации, ну не стабилизации, по проведению стабилизованных мероприятий, я бы так сказал, до стабилизации на Кураховском направлении или о стабилизации на Кураховском направлении говорить на данный момент, конечно же, к сожалению, величайшему сожалению не приходится. Здесь мы пытаемся проводить мероприятия для того, чтобы как-то придержать наступление расистских войск. Но скажу так, что там, где они наступают и пытаются добиться какого-то успеха, там продвижение минимальное. Видите, даже это по карте. Там, где самая большая заштрихованная область на Невельском плацдарме, это отход наших войск. Это не достижение врага, это отход наших войск, плановый отход на новые рубежи с целью удержания противника и нанесения ему максимального ущерба, на максимального урона. Далее идет у нас еще одно очень проблемное направление, Времовское направление. Здесь 8 штурмов наших позиций было совершено расистскими войсками в районе Углидара, Екатериновки, Водянова, Павловки. Враг активно задействовал для ударов бомбардировочную и штурмовую авиацию, имел частичный успех в районе Причистовки. К сожалению, там мы никак не можем остановить продвижение врага уже несколько суток подряд, они движутся в сторону, вглубь нашей обороны. Но зато изменений в линии фронта в районе Углидара за прошедшие сутки не зафиксировано. По некоторой информации, бои идут уже на окраинах Углидара, то есть расистские войска дошли до городской застройки и там начались бои. Ну и также поступает информация, она пока не официальная, что наконец-то наше командование отдало приказ и начался плановый отход на войск из самого Углидара. Я думаю, что вопрос Углидара закроется в ближайшие, может быть, сутки, максимум двое. Наши войска, скорее всего, выйдут с этого населенного пункта, выровняют линию фронта. Самое главное, о чем надо беспокоиться, чтобы за Углидаром были оборонительные рубежи, чтобы войскам было, где занять оборону, на какие позиции сесть, чтобы эти позиции были. Чтобы не получилось, что опять чистое поле и пехота в одну руку в автомат, во вторую лопату и начинает окапываться. Нет, если такое будет, то будет повторение того, что было после Очеретиного, то есть ползучее наступление рашистских войск. И нашим войскам придется продолжить отход вглубь, в направлении Покровска. То есть это довольно серьезно. С падением Углидара у нас есть прямая угроза продвижения рашистских войск в направлении Покровска. Скорее всего они пойдут именно в этом направлении, пытаясь окружить наш гарнизон в районе Курахова. Поэтому я надеюсь, что там уже линия обороны построена, тем более, что время на ее постройку было и войскам есть где занять эту оборону. Ну а в остальном, кроме причистовки, как я уже сказал, на Времовском направлении изменений в конфигурации линии фронта нету. И войска продолжают активно противодействовать атакам вражеских войск. Гуляйпольское направление. Тут захватчики обстреляли Нурсами Белогорья, трижды пытались и не ходили в атаки на Гуляйпольском направлении, только были обстрелы с помощью авиации. То есть применялись вертолеты и штурмовики, которые Нурсами, неуправляемые реактивные снаряды, Нурсами обстреливали наши позиции. В остальном были перестрелки и оппозиционные бои. Естественно, линия фронта при таком характере боевых действий не претерпела изменения. Трижды безуспешно российские захватчики пытались вытеснить подразделения сил обороны, занимая их позиции на Приднестровском направлении. На левом берегу Днепра и на островах в дельте Днепра. Не увенчавшись успехом, враг отступил, понеся потери на исходные рубежи. Наши войска остались на своих позициях и продолжают их удерживать, нанося противнику максимальный урон. Также надо отметить, что продолжается операция в Курской области. Там авиация врага продолжает наносить авиационные удары по своим населенным пунктам, деревням и городам. За прошедшие сутки 13 авиаударов с применением 19 корректируемых авиабомб по собственной территории. Наши войска продолжают активно боевые действия в Веселом. Кстати, уже наши войска, которые заходили через границу, второй заход был, соединились с основной группировкой войск, которая находится в Курской области. То есть, Веселая уже имеет связь с основной группировкой. Там есть коридор. И мы продолжаем давить расистские войска в направлении Глушкова с целью выдавливания их за речку Сейм или их уничтожения. Сейчас осуществляется новый вход наших войск, то есть новый рейдовый отряд. Веселая зашел на территорию Курской области и идет на усиление нашей группировки войск в районе Веселого. Конечно же, с боями громя на своем пути те отдельные подразделения расистских войск, которые встречаются ему по дороге. И это вот тот анклав, мы говорим с вами о боевых действиях в том анклаве, который на сегодняшний день образовался возле нашей границы. Так что, операция продолжается в Курской области. В Курской области мы имеем инициативу. Мы навязываем противнику характер боевых действий. И мы продолжаем зачищать территорию между речкой Сейм и государственной границей Украины. А также продолжаем движение в направлении Курска, в направлении Рыльска, потихоньку в направлении Льгова. То есть мы продолжаем расширять территорию, которую мы взяли под контроль. Далее у нас идет с вами два небоевых направления. Тут Волынская и Полесская. На которых признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Произошел инцидент с залетом, там якобы с залетом самолета Як-130. Это учебно-боевой самолет. Ну там две версии рассматриваются. Либо это была рэп, имитация, скорее всего с целью провокации. Потому что я принимаю версию о том, что это могла быть ошибка пилотирования. И они залетели, подошли близко, скажем так, к нашему воздушному пространству. Но это мог быть и ложный сигнал средств радиоэлектронной борьбы. Вот как ложные цели они создают на экране наших радиолокационных станций. Точно так же могло. Мог быть реальный самолет. Ну он вроде бы как не пересек границу воздушного пространства Украины. Но тем не менее мы вынуждены были включить средства ПВО. И враг, конечно же, фиксировал места расположения наших радиолокационных станций. Скорее всего Лукашенко продолжает проводить провокации. И создавать индустриальный грохот, отчитываясь перед Путиным, что он готовится к войне. Потому что, по некоторым данным, Путин не ослабил давление на Лукашенко в плане того, что Беларусь должна вступить в войну против Украины на стороне Рашизской Федерации. Как союзное государство. И, соответственно, таким образом, даже, смотрите, 60 тысяч Министерства обороны, из них 45 военных в Республике Беларусь. И вот на это и рассчитывает Путин, что, ну считайте, полноценная общевойсковая армия, как по российским меркам. И вот он вынуждает, чтобы Беларусь вступила в войну и начала активные боевые действия против нашей страны. Что крайне помогло бы Путину в растягивании наших резервов и достижении успеха либо в Курской области, либо на Восточном фронте. Кстати, про Курскую область они уже начали. Некоторые пропагандисты договорились, что и бог с ними, кстати, Курской областью. Как Кемская область, забирайте Кемскую область. Боевали, так подайте ее сюда. Так вот, некоторые пропагандисты расистские договорились до того, что эту территорию можно и отдать. Главное захватить Донбасс. И, ну, как я и говорил в самом начале, что Путин поставил на Донбасс и понимает, что там у него один шанс. Здесь рано или поздно эта территория вернется. Мы не собираемся ее аннексировать и удерживать вечно. Мы, это предмет политического торга, эта территория будет в будущем. И, соответственно, мы ее вернем Российской Федерации, но на выгодных для нас условиях. А вот взять Донбасс у Путина пока есть только один шанс. И он его, к сожалению, пытается реализовать. Худо-бедно, но пытается. Донбасс. Продолжение следует...